Ивановские патриоты объединяетесь. В День защитника Отечества в областном центре прошел военно-патриотический фестиваль школьных команд «Защитный огонь-2017». В мероприятии приняли участие ребята из детских домов военно-патриотических объединений. В итоге набралось 11 команд будущих защитников. Наверное, глобальная цель – это, конечно, воспитание подростков с точки зрения военного патриотического воспитания. И познакомиться между собой, конечно, поздравить с праздником самое главное, потому что понятие защитника, оно очень важное, особенно для таких молодых умов, как у нас сегодня здесь собрались ребята. Команда «Боец» представляет детско-юношеский центр номер один. Там школьники осваивают азы строевой, занимаются сборкой-разборкой автоматов. Интересно это не только мальчикам, но и девочкам. Защищать Родину должен каждый человек, по моему мнению, потому что мы живем в этой стране. Я шла сюда с гордостью, что в этот праздник организовали такой фестиваль и наша команда здесь. На сцене парашют, а значит свою визитную карточку готовы показать школа авиаторов «Высота». Сборка-разборка автоматов в противогазах – задача не из легких. Обзор сильно ограничен, дышать трудно. Затем ребята демонстрируют приемы рукопашного боя. И это лишь небольшая часть из того, чем реально владеют парни. Практически все, кто занимаются высоте, они хотят в армию, в полицию, в МЧС. Просто служить России. Жюри – представители современного поколения и ветераны. Каждая эпоха она вносит свое новое. Естественно, она тоже к этому стремится. И говорить о том, что она не та, она принимает то, что ей преподают, что ей преподносится. Чем больше мы будем говорить о патриотизме, тем больше мы будем говорить о развитии той же культуры, традиций, это они будут принимать, и они будут дальше принимать и передавать то же самое. Поэтому молодежь остается вся та же самая, как она была раньше, и в любой момент сможет вступить на защиту своего течества. После визитной карточки всем участникам фестиваля предстояло показать свои силы и навыки в военно-спортивной игре. Ну а в завершении дня всех школьников ждала дискотека. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Смотри, все подтянем.